Нехватка кадров в школах и больницах, очереди в детские сады, ремонт жилья. Об этих и ряде других проблем говорили жители различных районов области на встречах с вице-премьером Вячеславом Володиным. Будут ли решаться эти вопросы и каким образом, рассказывает Валерия Майорова. Дальнейшая судьба Романовки полностью зависит от вас. Начинать встречу с жителем района Вячеслав Володин. Юридический статус этого населенного пункта не позволяет его жителям участвовать в целом ряде федеральных программ. Еще 5 лет назад, 7 лет назад, встречаясь с жителями Дергачей, Перелюба, Ивантеевки, того же Болтая, когда разговор шел об участии этих районов в программах по развитию села, по социальному обустройству села, они для себя взяли и приняли решение. Не поселок городского типа, а поселок просто. И что это им дало? С одной стороны, люди стали меньше платить налогов за те же земельные участки в райцентре. Что это дало? Это дало возможность платить и получать надбавки работникам образования, зарухонения. Это решение лежит уже в вашей оскорости, в ваших полномочиях. Я передаю вам благодарность за нашим победишем, за ваш замечательный конкурс «Лучший ученический класс». Мы участвуем все годы в этом проекте, в этом уже теперь конкурсе стабильно и очень-очень довольны. Такие конкурсы – хороший стимул как для детей, так и для самих педагогов. Равно как и стажировка за рубежом, обмен опытом с коллегами – важный момент в повышении квалификации учителей. От эффективности педагога зависит и эффективность самих учеников, отметил Володин. Другая проблема сельской школы – это нехватка кадров. У меня мама учитель начальных классов, сестра заканчивала тоже пединститут и долгое время преподавала. Я считаю, что школа у нас все-таки в этом плане недостаточно имеет поддержку, особенно сельской школы. Потому что, что греха таить, мы с вами понимаем, о чем речь идет. Когда у нас учитель-предметник математики, допустим, преподает еще и географию, преподает и физику и так далее, и так далее. Все это заканчивает тем, что ребенок, который получает знания, эти статы о знаниях, он на самом деле этими знаниями либо не обладает, либо обладает знаниями, которые недостаточно. Об укомплектованности кадрами школы-больниц шла речь и в Балашове. Там, в местной инфекционной больнице, сейчас идет ремонт, рассказали жители. Только работы ведутся на одном из этажей. Это недопустимо и деньги на ремонт необходимо найти, отметил Володин. Не стоит откладывать и решение жилищного вопроса в Балашове. Так получилось, что в позапрошлом году Балашов не попал в программу ремонта жилого фонда, и от этого люди пострадали. Вот сейчас, учитывая, что у них и документация есть, и есть огромное желание эту проблему решить, мы считаем, правильно будет вернуться к этому вопросу и найти возможным на будущий год выделить 200 миллионов рублей. Будут выделены в этом году деньги на культур. Мы постараемся найти 10 миллионов рублей, отметил Володин. Такую же сумму обещала и региональная власть. В итоге объем финансирования учреждений культуры района должен увеличиться на 25%. Поддержать культуру было принято решение на встрече в Турках. Планируется ли на федеральном уровне аминтонизация учреждений культуры? Ведь многие из них, особенно в сельском местности, нуждаются с такой поддержкой. В текущем году принято решение, в том числе и по поддержке на федеральном уровне работников культуры мало обеспеченных. Это речь идет, в первую очередь, о библиотеках. Это решение было реализовано с июня текущего года. Если говорить о следующем году, соответственно, программа есть по поддержке домов культуры. Но мы договорились вот о чем. 5 миллионов перечислим в декабре. Также прямо в зале было принято решение выделить 3,5 миллиона рублей на ремонт кровли районного ДК. В Екатериновском же районе ремонтировать пока нечего. Там местный ДК нужно строить с нуля. Об этом Володина попросили сами жители. А это встреча в Ртищево. В городе в течение ближайших двух лет должна быть полностью ликвидирована очередь в детские сады. На решение этого вопроса необходимо порядка 200 миллионов рублей. Вячеслав Володин пообещал жителям найти возможность помочь. Валерия Майорова, Евгений Крылов, Алла Хорунова. Вести. Саратов.